Привет ребята и добро пожаловать на наш канал. И мы сегодня покажем вам как сделать слайм без тетрабората. Мы попробуем сделать загуститель своими руками и вместо него мы используем хозяйское мыло. И если вам интересно, тогда оставайтесь с нами. И конечно прежде чем мы начнем, подпишитесь сейчас на этот канал. И не забудьте нажать на колокольчик, потому что мы хотим набрать 10 тысяч подписчиков до Нового Года. Вам уже это известно. И если вы подпишитесь на наш канал, вы очень сильно нам поможете. Достичь цели набрать 10 тысяч подписчиков до Нового Года. Для этого слайма без тетрабората нам понадобится 2 тарелочки, а также хозяйское мыло, которое стоит недорого. Вот такое мы купили. Его хватит очень надолго. Хозяйское мыло мы должны накрошить вот эту маленькую мисочку. Теперь ложечкой мы его размешаем. И пока здесь мыло по чуть-чуть растворяется, мы добавим клей в другую тарелочку. У нас вот такой клей, офис, и мы попробуем его совместить с вот этим загустителем. Наливай. Мы по этому рецептику слайм делаем впервые. И поэтому мы не очень уверены, что у нас загустится слайм. Для окрашивания мы взяли вот такие краски для рисования. Это гуашь. Алина, выбери, пожалуйста, цвет. Какой бы ты хотела слаймик? Голубой. Хорошо. Дай попробуем. Вот такой. Мне кажется, этот цвет очень светлый. Давай добавим еще окраски. Давай. Вот этот цвет мне больше нравится. Теперь мы добавим загуститель. По одной лурочке. Будем смотреть, что у нас получается. Сразу видно, что он начинает загущаться. Добавим еще одну ложечку. На, Алинка, размешивай. Видите, он начинает сворачиваться. Удивительно. Рецепт работает, ребята. Но надо еще добавить, да? Да. Нам уже становится приятно, интересно. Давай добавим еще две лурочки. У нас такой, видите, густой загуститель получился. Но ничего, его можно использовать несколько раз. Давай, чтобы мы долго не ждали, добавим три ложечки загустителя. Давай. Только смотрите, чтобы не попадались кусочки мыла. Это должен быть только раствор. Две. Три. Видите, ребята, как она работает? Это же химия. Я думаю, еще надо добавить одну ложечку загустителя. Я тоже так думаю, потому что он еще клеится. Видите, как он клеится в тарелочке. Давай. Одну ложечку. Мы, конечно, ребята, очень рады этому, что у нас получается слайм голубенький. Он загустел с помощью хозяйственного мыла. Этот простой и очень хороший рецептик мы взяли с интернета. И мы хотим вам его вот показать. Видите, какой он загустел? Теперь можно его взять в руки. Ура! Он у нас получился. Держи, Алина. Она уже не может выдержать. Вот так вот. Вау! Он кликает. Тянется достаточно хорошо. И хрустит. Как ты считаешь, он отличается от слайма того, что сделан с помощью загустителя? Нет. Разве что чуть-чуть. А чем он отличается? Он лучше хрустит. Да, хрустит он хорошо. Тянется тоже отлично. Ребята, мы советуем вам попробовать вот такой рецепт слайма. Не надо искать тетрабората. Хозяйственное мыло мы думаем, что есть везде. Отличный мягенький слаймик. И даже не скажешь, что он сделан без тетрабората. Давай попробуем, прыгает он или нет. Надо сделать шарик. Прыгает, но не сильно. Пути слайм прыгал сильнее, да? Я хочу его украсить блестками. Держи. Перемешиваю. Какая красота. Он как воздушная зефирка. И сегодня вы увидите, как же сделать Баттер слайм из раздушного пластилина. Чтобы он точно получился. Для этого мы не будем использовать Ни клей, ни загуститель. Но перед началом мы хотим вас попросить Подписаться сейчас На этот канал И нажать на колокольчик. Потому что у нас есть задача Набрать 10 тысяч подписчиков До Нового Года! И если вы подпишетесь сейчас Вы очень сильно нам поможете. Итак, нам для этого понадобится Воздушный легкий пластилин. Вот мы приготовили. У Алинки будет Вот такие красивые розовые оттенки цвета И один беленький Вместе 5 штук И у меня будут разноцветные цвета Тоже 5 штук Мы посмотрим, что из этого получится. А что мы будем добавлять Увидите в этом видео. Смешаем цвета. Вот мы их вытянули. Ну что, попробуем смешать? Да. Вау. У меня радужный. У меня вот такой розовенький получается. Очень красиво. Да, у меня получился такой вот цвет. У тебя не очень. У меня вот такой розовенький получился. Мне очень нравится вот этот цвет. А у мамы получается коричневый. Да, вот эти все цвета Получился вот такой кофейный цвет. Цвет капучино какого-то, наверное. У меня вот такой светло-розовенький. Маленький нежный. Маленький нежный. Так, смешали. Теперь будем делать баттер слайм. Вот цвета смешались. И они очень нежные. Следующее, что мы добавим, это теплая водичка. Но по чуть-чуть. Чтоб он не лип к рукам. Надо обязательно теплую водичку. Ни в коем случае не горячую. Добавим немножко шампуня. Можно любого. Так как шампунь размельчает. Делаем мы этот слайм впервые. Поэтому точной пропорции не знаем. Будем смотреть по ходу. Теперь добавим пенку для бритья. Очень простые ингредиенты. Вау, как круто получилось. Очень крутой баттер слайм. После пена наш будущий баттер слайм стал помягче. Но еще совсем не тот, что хотелось бы. Попробуем добавить еще воды и шампуня. Добавлю еще водички. С каждым разом он радует меня все больше и больше. И он стал уже довольно эластичным. Мы даже не думали, что у нас так хорошо получится. Слайм очень текстурный. Слайм очень текстурный. И розочки с него получаются хорошие. Он пушистый, легкий. И воздушный. Прям мега крутой баттер слайм. И он заслуживает лайка. Текстура, конечно, не хрустящая. И не кликающая. Но из таких простых ингредиентов получился мега крутой баттер слайм. Он круто размазывается и не липнет. Он как воздушная зефирка. Мы советуем попробовать такой баттер слайм обязательно. Кто будет делать, напишите в комментариях, получился у вас такой же или нет. Ребята, это мега крутой слайм. Я очень рада. И я рада, что он получился вот такой красивый у нас. Друзья, и мы сегодня не зря одеты в сером цвете. Потому что мы будем делать серебряный металлический слайм. И прежде чем мы начнем, подпишитесь на этот канал. И нажмите на колокольчик. Потому что мы с вами очень хотим набрать 10 тысяч подписчиков. До конца этого года. И если вы нам поможете. И подпишитесь. Мы будем вам очень при очень благодарны. Итак, начнем быстрее. Начинаем. Итак, чтобы сделать металлический серебряный слайм, нам понадобится пенка для бритья. Обязательно клей. Мы взяли офис. 200 миллилитров и 100 миллилитров. Загуститель. Тетраборат натрия. Перламутровый серебряный лак. У нас есть три штучки. Вот такой он. Мы будем закрашивать слайм вот этими лаками. Но это еще не все, ребята. У нас есть серебрянка. Вот такая пудра. Мы будем продавать цвет с помощью серебрянки вот этой. А также мы добавим блесточки, чтобы наш слайм блестел. Заливаем клей сначала. Второе, что мы будем добавлять, это, конечно же... Пенка. Пенку мы встряхиваем. Теперь можно добавить. Перемешиваем. Ребята, мы забыли сказать, что можно добавить еще сюда шампунь. Шампунь для того, чтобы слайм хрустел. А еще можно добавить крем для рук, конечно, для того, чтобы слайм был мягенький. Добавляем понемножку тетрабората натрия. Мы так на глаз добавили, но я думаю, что достаточно. Немножко слайм загустел. Хорошенько его надо перемешать. Добавим еще тетрабората натрия. Примерно 2 ч. л. Походу, ребята, надо смотреть. Если он не загустел, значит добавлять еще немножко тетрабората натрия. Главное, не переборщить. Чтобы он не слишком загустел. Наш слаймик загущается, видите? Но, при том всем, он еще очень липнет к тарелочке. Добавляем еще тетрабората натрия. Добавили чайную ложечку тетрабората. Примерно. Наш слаймик получается не сильно большой. Но нам с Алинкой хватит. Я вижу, что уже слаймик отлипает от стенок. Да, значит потихоньку. Он погущается. Да, сейчас мы его возьмем в руки. Давай попробуем. Да, он еще немножко липнет. Можно добавить еще тетрабората. Чуть-чуть буквально. Добавляем чуть-чуть тетрабората. Чтобы он же наверняка не лип к рукам. Сейчас он уже, наверное, хорошенько загустел. И можно будет рискнуть, взять его в ручки. Можешь брать руками. Загустел? Да. Как ты думаешь, крем надо добавлять и шампунь? Думаю, да. Я тоже думаю, лишним не будет. Я сейчас принесу шампунь и крем для рук. А ты пока перемешивай. Друзья, можно и не добавлять, но мы добавим шампуньки немножечко. Обычного, любого, желательно густого. Для того, чтобы он хрустел. И сразу же туда добавим немножко крема для рук. Теперь с твоего разрешения можно я возьму, я попомню немножко. Сразу начал хрустеть. Как лягушка квакает. Видите, ребята, крем для рук, его немножко окрасил в желтый цвет. Придал ему желтизны. Он был беленький, а стал немножко с желтым оттенком. Ну, мы надеемся, мы исправим с помощью вот этих наших красителей. Так, принесла пасту зубную? Да. Думаешь, надо добавлять, да? Угу. Давай, открывай. Чуть-чуть выдавить сюда, пожалуйста, чуть-чуть. Достаточно. Угу. Так. Попробуем. Я думаю, еще надо пасты. Добавляй. Ой, это же много. О, да, он же помягче стал. А то он такой был твердый, ребята, что у меня уже руки болят его вымешивать. А мы любим такой мягенький слаймик. Приятненький. Не, сейчас уже получше, конечно. Но крем для рук придал ему желтизны. Вот какой хороший стал. Вот такой классный стал. Потрогай его, Алина, потрогай. Алина, он обалденный. Потрогай, потрогай его. Он и цвет такой красивый сейчас, мне нравится. Даже неохота его менять. Но надо будет. На, подержи его, подержи. В кучку. Он не хрустит хорошо. Да, это шампунька помогла. Ну что, окрашиваем? Да. Думаю, что, наверное, в первую очередь мы добавим вот этот вот лак. Начнем с большого. Ты согласна? Да. Так, я добавляю. Сейчас у меня руки покрасятся, конечно. Вот так. Вот смотрите, как классно. Видите, какой цвет. Если бы такой цвет получился, было бы замечательно. Ну вот, мы почти всю баночку использовали. Теперь мы будем, конечно, перемешивать не руками, а ложечкой сначала. Потому что мы украсим все руки. Ой! Липнет к ложечке лак. Руками страшно брать пока что. Запах, конечно, это минус. Давай не будем ждать, добавим еще лака. Давай. Снова мы даем весь лак. Да, давай добавим весь. Пожалуйста, закрывай, а я перемешиваю дальше. Вот цвет красивый, ребята. Видите, какой классный. Перемешиваем. Я считаю, что сегодня маникюра у меня уже не будет. Знаешь почему? Потому что весь лак вот этот покроет мой маникюрчик. Он будет серо-буро-малиновый. Я перемешиваю. Немножко уже он блестит, но он еще не серый, но блестящий уже вот такой. Похоже на наш пути-слайм, который мы делали по цвету. Добавляю еще третий лак, которым есть блесточки. А этот просто блестящий лак серенький. Он уже не перламутровый был. Вот. И опять же перемешиваем. Друзья, я уже не знаю, какой у нас цвет получится. Конечно, хотелось бы металлический серебристый цвет. Перемешиваю. Ну что вы скажете, поменялся он или нет? Я считаю, что очень мало. Мы добавили три лака. Но еще у нас есть блесточки. Но мы их дадим в самом конце. Так, добавляю серебрянку. Ой, страшно. Потому что она сейчас все покрасит, наверное. Вот такая вот серебряночка у нас. Ой, у меня уже руки все. Да, это пудра. Будь готова. Осторожненько. Ой-ой-ой, не знаю. Он какой-то просто серый цвет, ребята. Сейчас мы посмотрим. Что из этого у нас получится. Как мукой посыпала. Фу. Серебрянка у нас попылилась вверх. Ой. Так. Это мы так экспериментируем. И очень интересно. Я думаю, что надо пока еще... У меня руки вот здесь серебрянки. Я добавлю вот этот весь пакетик сюда. Почти весь. Я за одним разом попылю. И сразу его весь высыплю. Вот так вот. Это, наверное, друзья, пакетик был прозрачный, нет? Нет. Видите, какие у меня руки стали? Ложечкой перемешиваем. Перемешиваем. То у нас такое происходит. Алин, как тебе такой слайм? Красиво получается. Посмотрим в конце. Интересно получается, да? Такая серебрянка, ребята, продается недорого. Я думаю, что почти в каждом магазине для строительства вы найдете ее. Но тут его еще много есть. Конечно, можно и перемешивать, и перемешивать. Он, конечно, очень хорошо блестит. Мне кажется, можно было обойтись даже без лаков. Пока я здесь вымешиваю, у нас так пылится. Вот такой красивый цвет получается. Серебристый, металлический. Ни один лак, друзья, не сделает такого красивого слаймика. Я возьму его в две руки. Вот. Вот такой цвет. Слаймик окрашивать серебрянкой можно. Я думаю, что руки от нее, конечно, отмоются. Маникюру, наверное, не повезло сегодня. Но красота главнее всего. Вот такой красивый цвет. Я теперь посмотрю, он уже руки и не окрашивает. Можешь взять в руки. Пожалуйста. Давай попробуем, что с нее получится. Тяни, тяни, тяни к себе. Он очень красивый получился. Класс! Руки не закрасились. Это супер-мега-слайм. И мы очень рады, что он у нас получился. Вот таким, как мы его хотели сделать. Металлическим, серебряным. И он заслуживает лайка. Давай еще добавим в него блесточек. Добавляй. Добавляй все понемножку. По чуть-чуть так насыпь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Забирай ручку. Так. Вот какая красота, ребята. Он очень блестит. Ну давай перемешивай его. Ребята, это мега-крутой слайм. Я очень рада. И я рада, что он получился вот такой красивый у нас. Давай его растянем. Давай попробуем. Вот такой он тянется в пленочку. Хорошо хрустит. А еще он красивого цвета. И в этом видео мы попробуем сделать путь и слайм. Рецепт мы взяли из интернета. И так как мы делаем его впервые. Мы не знаем точно. Получится ли у нас. Но прежде чем мы начнем. Подпишитесь. Подпишитесь сейчас на этот канал. И не забудьте нажать на колокольчик. Потому что у нас есть задача. Набрать 10 тысяч подписчиков до нового года. И если вы сейчас подпишетесь. Вы очень сильно нам поможете. Достичь цели 10 тысяч подписчиков до нового года. Подпишитесь, друзья. Я уже не дождусь попробовать. Ого, вот это волнение. Для того, чтобы приготовить путь и слайм. Нужен тетраборат натрия. Которого надо развести с водой 1 к 4. Вот мы и развели. А теперь добавляем ПВА. Клей ПВА у нас был прозрачный. А теперь вилочкой собираем. Пускай с него весь растворчик стечет. Он хрустит. И кликает. А также он должен прыгать. Он также отрывается и приклеивается, как оригинальный. И он очень мягенький. Если он у вас получается не очень мягкий, его можно размягчить с помощью водички. Но надо обязательно взять тепленькую. С помощью воды он становится более эластичным. А теперь мы его окрасим с помощью лака для ногтей. Мы выбрали вот такой цвет. И мы надеемся, что он у нас будет бронзовым. Один недостаток только в том, что лак пахнет сильно. Понемножку он становится перламутровым. Если цвета мало, можно еще добавить лака. Если хотите, можно добавить другого цвета. Это уже по желанию. Мы добавим еще немножко лака. Вот мы и использовали почти всю баночку. Цвет получился вот такой. Бронзовый, перламутровый. А вам нравится? Напишите в комментариях. Как вам такой самодельный путь и слайм? Вау! О, давай я сделаю. А теперь как мне руки отлепить? У меня для тебя вот такой сюрприз. А-а-а! А что это? А ты не знаешь, что с этим можно сделать? Нет. А с этим можно сделать... Можно на голову одеть. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Можно сделать самый большой слайм. Ух ты! Ты бы хотела? Конечно! Я же люблю слаймики. Тогда у меня для тебя есть сюрприз. Интересненько. Сейчас я покажу. А сюрприз-то вот такой тяжеленький. Ух ты! А что там? А здесь куча всего. Давай я тебе одно покажу, а ты угадай, что это. Вот такое вот. Вот, вот. Это клей? Да, это клей, но это не весь клей. У нас еще много клея. Много пены. Много всего. Вот это еще клей. Ого, на молоко похоже. Нет, это не молочко. Ого, это клей. Это мы сегодня с тобой сделаем огромный слайм. По руках? Да! Итак. Начнем! Вот что у нас для этого есть. Клей ПВА 5 литров. У нас есть пенка. Разного типа. Четыре баночки. У нас есть перчаточки. Я взяла на всякий случай. У нас есть тетраборат натрия. Пять бутылочек. Также у нас есть красители. И у нас есть шампунь, который мы будем применять. А, у нас еще есть крем для рук. Для того, чтобы ручки были мягенькие в перчаточках. Нет. Давай быстрее начнем! Давай! Процедура такая! У меня какие перчатки длинные! У меня они маленькие как раз для меня! Итак, самое время подписаться на канал! Наше видео выходит регулярно в среду и в субботу. А мы приступаем! Я беру вот так! Алинка будет мне помогать! Вот так вот беру! Подожди! Давай потихонечку! Давай! Открываем! Ох! Клей! Он тяжелый! Давай в банку! Ой! Держи! Сейчас я вот так! И-и-и! Крыто! Так, выдавливаем! Ты можешь сама? Да! Держи! Смотри! Крюто! Ого! Уже здесь его так много! Ой! Сейчас уже все! Держи, ты все! За мою бутылочку! Где плечик? Там, где плечик? Где принесли пакетик? Ой! Вот там лежит пакетик принесли! Будем выбрасывать! Так! А теперь вот это... И теперь большую баночку! Для этого супер слайма надо будет 5 литров клея! Да! Он будет очень большой! И... И... Наверное... Получится хорошеньким! Да! Так! Сейчас я вылью! Подожди! У-у-у-у! У-у-у-у! Может, вес не будем добавлять? Добавить! Интересно! Получится у нас слайм или нет? Посмотрим в конце, друзья! Да! Что из этого получится? Так! Ну, почти что мы его выжили уже! С этого ведерчика! Закрываем! Убираем! Теперь... Что мы добавляем? Пенку! Добавляем пену! Берем одну бутылочку, вторую! И что мы делаем? Вот так вот! Как обычно! Так! Трясем! Трясем тщательно! Трясем пенку, чтобы она хорошо пенилась туда! А я все? Давай! Пробуем! Вот радуем ее! Я не знаю! Открывай! На тебе, хочешь мою! Давай! Да! Подожди! Подожди! Печатки поправь! Окей! И добавляем пену! Да! Все! Пойдем! Попробуем! Надо будет добавить, наверное, три... Ой! Три баночки точно! Вау! Ой! Она какая-то розовая! Ты бы даже скажешь! Ну, пока не розовая! Одна баночка заканчивается! Вторая баночка! Мы добавили две банки пенки! Давай добавим еще вот эту, беленькую! Хорошо? Третью, а там посмотрим! Может, четвертую не надо будет! Можно я попробую сделать вот так? Сейчас, сейчас! Растрясу! У меня уже рука болит! Ооо! Да, сложно это трясти! Можно? Сейчас пойдет легче! На! Добавляй ее! Добавляй! Горку такую сделай! Ой, Летки! Я сделаю замок! Торти! Давай, давай! Много пенки! Она уже заканчивается! Да, третья баночка уже заканчивается! Может, наверное, хватит этой пеночки? Может, сейчас... Ай! Нам, наверное, надо перенесить! Сейчас мы будем это все перемешивать! Вот этими вот ручками! Да! Мы по этому перчатку! Так, мы добавили три баночки пенки! Мы их выбрасываем! А теперь я перемешаю! А потом после этого мы будем добавлять шампунь, крем и цвет! Я всегда встану, и буду тебе добавлять! О, она похожа на крем! Да! Но это не крем! Скоро уже будем давать третий ингредиент! Ух ты! Вы видите, ребята, какой классный! Подай мне, пожалуйста, шампунь! Вот! Да, открывай его! Так, в баночку шампуня мы добавим! Ты пока льешь, я буду перемешивать! О, как оно сразу пахнет хорошо! Да, у нас будет пахнет! Ароматно! Да! Все, достаточно! Да! Выбрасывай его в пакетик! И давай открывай аккуратненько цвета! Да! Одень перчатки! Нормально! Что тебе? Послетали перчатки? Да! Нету пока, ребятки, таких перчаток для деток! Да! Ну, мы, по крайней мере, не нашли! Может, где-то есть, а у нас нету! Поэтому мы пользуемся такими, которые мы нашли! Которые мы смогли найти! Открывай, пожалуйста! Мы опять брали пищевые красители! И вот мы хотим их тоже применить! Они нам понравились! Они были яркими! Ну, какой-то вишневый цвет! Какой ты цвет выбрала? Малинку? Да! Давай дальше! Даю! Надо много цвета этого, чтобы этот цвет был ярким! Давай, я думаю! Нам понравились пищевые красители! Они, правда, руки красят, но с вами получаются очень яркие! Да! Поэтому мы берем эти, проверенные! Это прям в суфле! Смотрите, какая красота! Ага! Смотри, как красиво! Ага! Он, наверное, будет розовым! Масса такая большая, красивая! Вот такой бы был слайм, был бы хороший, правда? Да! Если вам нравится такой цвет, ставьте лайки! Алинка, давай ты мне поможешь и дашь мне крем для рук, хорошо? Хорошо! Давай! Добавляй, добавляй полтюбика! Сейчас, ребятки, пришло время загустителя! Да! Очень аккуратненько! Только баночку не прокинь! Ровно держи! Да! А теперь потихоньку заливай! Так, давай! Везде по кругу! А я пока буду перемешивать! Пока что он не густеет! Одна баночка! Это очень мало! Давай еще! Давай! Ты уже умеешь открывать! Давай аккуратненько открывай! Я буду двумя руками перемешивать! Он понемножку загущается, ребята! Вот такой! Давай мы с тобой перчатки уже снимем! Давай? Давай! И попробуем без перчаток! Давай снимаем! Без перчаток же будет легче! Но у нас, наверное, будут красные руки! Да! Так, я считаю, подвинься немножко, что надо еще добавить тетрабората! Он немножко липнет еще к рукам! Давай! Хай-хай-хай-хай! Так! Ну что? Ну, уже лучше! Но еще немножко липнет! Он еще липнет, Алина! Наверное, надо еще добавить! Давай! Давай, давай! У нас еще есть две баночки! И грязные ручки! Да! Давай быстрее! Давай быстрее! Добавь баночки! Мы сейчас посмотрим! Есть? Нет, половинку! Натяжем! Сейчас! Он должен уже не прилипать к рукам! Вот! Подожди! А, я уже... Ей уже не терпешь! Слайм удалил! Вот мы его замесим! Аааа! 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 Вот такой у нас слезняк! Ой! Лизунчик! 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 Слайм, ребята, удался! Дааа! Давай мы его на стол положим! Давай! И покажем ребяткам, какая у нас сила большая выросла в этом тазике! Аааа! Мы вот это берем! Держи! Он такой огромный! Ааа! Да, ребята, вот он такой наш слайм! Мы довольны, что у нас получился! Вот такой большой! Огромный! Аж руки болят! Давай, давай, крутим! Колбасой! Он удирает, держи! Ааа! 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 Уи! Немножко добавим в шампуньки! Да! Чтобы он был помягче стал! Смотри, как я делаю! Массаж! Ааа! Да! Я тоже такой! Давай вот так вот его растянем по столу! Ааа! Месим тесто! Ааа! Ааа! Слизняк! Вот он! Ааа! Тяжелый! Ага! Осторожно, а то на голову упадет! Ааа! Он такой яркий, прикольный! Да! У нас получился малиновый слаймик! Я слаймик! Тяни его! Ааа! Тяни его туда! Тяни! Ааа! Да лепуха какая-то! Все! Он тяжелый! Блин! Ааа! Сможешь вытащить ручки? Нет! Серьезно? Серьезно? Смотрю как! Сделай метр! Сделай метр! Натаскивай ручки! Окей! Так, ты сейчас... Отлипайся! Отлипайся! Давай! Вот так сделай ручку! Только не сильно мне! Сделай! Так! 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 Но в принципе у меня не получилось! Может быть я получу? Достаточно! Первого поднять? Да! Спасибо, что вы смотрите нас! Если видео вам понравилось, ставьте лайки! Подпишитесь на наш канал! И не забудьте нажать на колокольчик! Если вы сейчас подпишетесь, вы очень сильно нам поможете! И мы будем вам очень благодарны! С вами были Алина и моя мама! И вы были на канале Эллин Стар! Всем спасибо за просмотр! Мы всех сильно любим! И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok